привет всем зимой все скучают по цветам поэтому нарисуем сегодня с вами вот такие простые нежные воздушные объемные цветы мне кажется к зимним дизайном они идеально подходят да и на все остальные времена года тоже нам пригодится пигментированная краска для росписи белая у меня плотная но здесь это не важно и 3d гель паста белая она должна держать объем у меня от beauty люк замечательно подходит для таких дизайнов без липкого слоя кисти выбираем мягкие упругие лучше овал или язычок ими удобнее выполнять мазочки для сегодняшнего дизайна я выбираю овал менее нам не нужен слишком широкий мазок она очень хорошо подойдет сначала мы с вами нарисуем простенький мак начнем со схемы вид сбоку цветка это полукруг у мака 4 лепесточка вписываем в полукруг сначала 3 лепестка а четвертый лепесток прикрывает все остальные его мы нарисуем уже поверх топа рисуем на любом фоне кроме белого липкость гель-лака я не убираю дизайн у нас монохромные мы используем цвет фона черный и белый добавим белую краску немного цвета фона чтобы краска не была такой яркой и плотной здесь этого не надо наметим полукруг и рисуем 3 лепестка мазочками где-то 3 мазка где-то 2 но все мазки тянем к одной центральной точке обязательно убираем линии построения то есть вот этот полукруг просушиваем заготовку черным гель-лаком ставим большую серединку просушили и нанесли немного блесток конечно же тоже просушили а дальше нам необходим прозрачный вязкий материал который держит объем и не растекается это может быть прозрачный гель или как моем случае это густой топ наношу его на середину цветка немало большую такую каплю здесь и не показала но вы увидите в следующем дизайне просушиваем перекрываем все обычным глянцевым топом весь остальной рисунок у нас идет уже сверху верхний прикрывающий лепесток рисуем гель-краской неразбавленной он будет из трех мазочков и их мы тянем к той же центральной точке дальше по рельефу по верхним краешком лепестков уже гель-пастой рисуем загибы и подвороты паста вязкая но она не тянется поэтому я взяла жесткий не выстриженный волосок эта кисть справляется хорошо с этой пастой если нужен подворот покрупнее набираем на кисть побольше пасты она просыхает отлично здесь также мы покажем что нижний лепесток прикрывает центральный и край центрального лепесточка мы также выделим добавим стебель вензельные листики и не забудем похвастаться своей работы в нашей группе telegram ссылка будет в комментариях под этим видео наша группа это небольшая творческая мастерская где мы все рисуем поэтому присоединяйтесь и будем рисовать вместе не забудьте подписаться на этот канал пишите в комментариях нравятся ли вам такие дизайны я буду знать что такие мк нужны нарисуем следующий цветок то ли это шиповник то ли роза такой вот у меня придумался он у нас полубоком но форма его круг и в этом круге у нас чаша чашу мы заполняем тремя лепестками они у нас на заднем плане дорисовываем нижние лепестки цветку все идут к одной центральной точке а передний план лепестков на чаше будет уже поверх топа для дизайна я выбрала очень темный изумрудно зеленый цвет липкость не снимала и сначала рисую форму цветка и вот этот внутренний бутон это можно сделать гель лаками обязательно обозначаю точку куда сходятся все лепестки цветка нам помешает внешняя линия лепестков бутона я ее уберу белую гель краску смешиваю с зеленым и рисую три лепестка в чаши лепесток у нас из двух мазочков все ведем центральной точке также добавляем нижний ряд лепестков и ведем к той же лепестков не забыли убрать линия построения перед просушкой добавим листья тем же цветом что и рисовали цветок в центре цветка можно немного рассушивать тень цветом фона ставим большую черную серединку гель лаком добавляем блеска просушим и гелем либо густым топом выкладываем форму чаши как на эскизе просушим и перекроем все топом рисуем пять центральных мазков гель краской немного должна торчать блестящая серединка боковые мазки соединяем с внешними краями цветка также по форме чаши все они сходятся в центральной точке гель краской можно добавить блик на листья не широкими мазками а дальше возьмем гель пасту начинаем рисовать подворота загибы и соединим задний и передний план лепестков на чаше подвернем нижние листья по внешнему краю и этот внешний край можно подтянуть гель пастой к центральной точке так будет симпатичнее добавим стебли и в принципе наш дизайн готов и еще сегодня мы с вами нарисуем вот такой упрощенный пион форма у него круг но либо овал и в этом круге есть еще один круг это внутренний полу раскрытый бутон его рисуем форме чаши по чаши обязательно обозначаем центральную точку куда будут сходиться все лепестки лепестки добавим на внешний круг внутрь чаши а лепестки поверх чаши чтобы ее потом закруглить мы будем рисовать по топу здесь схема очень важна поэтому советую сначала нарисовать на бумаге чтобы потом не запутаться в слоях лепестков все делаем как обычно переносим сначала форму цветка на типс я взяла вот такой малиновый цвет переносим сначала внешний круг внутренний круг ну то есть внутреннюю чашу смешаем белую гель краску с малиновым цветом и начиная с внешнего круга рисуем мазки доходя только до внутреннего круга не задевая его и тянем эти мазочки к центральной точке то есть даже если мы не видим нижнюю часть этих лепестков мы предполагаем что их продолжение идет к этому центру и это очень важно предыдущий цвет добавляем больше белый гель краски и заполняем лепестками внутренний бутон не дотягиваем мазки до низу чаши добавим листьев если позволяет место убираем линии построения и просушиваем оформляем серединку выкладываем топ или гель на половину внутреннего бутона просушиваем и перекрываем все глянцевым топом кстати я не пробовала этот дизайн перекрывать матовым топом если вы пробовали напишите в комментариях как вам такой вариант какой лучше глянцевый или матовый но лучше конечно же если вы покажете свою работу в нашей группе телеграм так что не забудьте подписаться по топу рисуем внешние лепестки бутона белой гель краской мазками и ведем их центральной точке гель пастой соединяем лепестки делаем подвороты на внешнем круге лепестков на внутренних лепестках то есть на лепестках в чаше как мы делаем подвороты поставили каплю гель пасты в середину между мазками растянули по сторонам и подворот готов в следующем видео вот такой очень простой быстрое главное красивый дизайн у нас с вами получился вот все дизайны с этого видео согласитесь шикарно выглядят эти цветы спасибо вам за просмотр всем творческих успехов здоровья до встречи на новых уроках не забудьте подписаться на канал пока пока